Эфирично завершился один из самых крупных в нашем городе турниров по хоккею среди дворовых команд. 21-й мемориал Владимира Гусева на Кубок Магнитогорского городского собрания депутатов собрал 12 дворовых команд, в том числе женскую. Ночные ведьмы до финала не долетели. Но в церемонии награждения участие приняли репортаж Игоря Гурьянова. Турнир-долгожитель за 21 год своего существования уже оброс традициями. Так на церемониях открытия и закрытия обязательно дадут слово вдове Владимира Гусева. Хотя бы потому, что таких, как тогдашний начальник ЖКО-1, сподвижников детского массового спорта. И сегодня, через 20 лет, поискать. А вам, мальчишки, большое спасибо, что вы выбрали такой вид спорта. Хоккей, говорят, играет настоящий мужчина. Еще одна добрая традиция турнира, в скобках заметим, и его главное отличие от других в том, что каждый год кто-либо из хоккейных асов взрослого «Металлурга» становится лицом турнира. Алексей Кайгородов в 2018-м, Евгений Бирюков два года назад, в прошлом году это был Павел Дорофеев. Дважды, семь лет назад и сегодня лицом турнира был капитан «Металлурга» Сергей Мазякин. Ребята, желаю вам хорошего турнира, игры без стран и настоящее удовольствие от хоккея. Самой лучшей игрой в мире. Удачи вам. Сам не прочь до сих пор погонять шайбу. Инициатор создания турнира, председатель городского собрания депутатов Александр Морозов, уже давно не верит в случайные совпадения. В 2014 году он держал вот этот вот кубок гусицкого турнира в руках, давал на путь к юным хоккеистам. И в 2014 году «Металлург» стал обладателем кубка Гагарина. И вот через семь лет он опять взял этот кубок, сфотографировался с ним и сделал вам пожелание. Дай бог, чтобы это стало приметой. Станут ли слова спикера пророческими, покажет время. Но то, что в тот же вечер, в первой игре «Плэю» Сергей Мазякин забил третью, во многом переломную шайбу, уже факт хоккейной истории. Артем Минурин получает шайбу, бросок из него. И здесь гол! Сергей Мазякин сравнивает счет сегодняшнего матча. А вот вам и ответ, Магнитогонский. В финале сошлись команды «Гайдаровец» и 137-й микрорайон. «Цементник» и «Орленок» бились за бронзу. В результате победу одержали юные хоккеисты из 137-го микрорайона. Им и был вручен переходящий кубок городского собрания. И когда у скептиков возникают вопросы, для чего спорт высоких достижений, для чего многомиллиардные инвестиции в большой хоккей, то ответ вот он, вот здесь. Для того, чтобы как можно больше детей приходило на хоккейные площадки и побеждало. «Металлург! Чемпион!» Игорь Гурьянов, Александр Макаров. Телекомпания «Поэн». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова